А вы не могли бы рассказать, вы до этого занимались ремонтом ноутбуков или у вас это было хобби? Ну как, я занимался ремонтом ноутбуков, года так, наверное, начал заниматься с 2008-го, как-то так. Ну, в основном был компонентный, там, профилактика, замена клавиатур, замена вентилятора, замена матриц, ну, замена корпуса, ремонт корпусной, но, как бы, не доходило до того, что, ну, там, на компонентный ремонт. Понятие схемотехники хромали, что еще. Ну, вообще, сам принцип поиска неисправности, как бы, ну, каналов на YouTube много, смотрел много, там, PC-эксперт, Алексея Юрьевича, Твикон, все это я смотрел, все говорят, ну, как бы, систематизировано не было. А вот, чем мне курс помог, что, вот, он, как бы, с нуля, то, что когда-то я давно знал, это, как-то, систематизировано, и все по порядку разложено, от простого к сложному. Вот. Очень, как бы, все. Ну, есть места, конечно, нужна практика, без этого никак, ну, пока то, что сталкивался, уже, как бы, процесс пошел, уже, благодаря курсам, починил уже, ну, уже штук пять компьютеров я сделал. Давайте тогда вот несколько точнующих вопросов задам. Вы сказали, что, вроде бы, до этого всякие каналы на YouTube смотрели, но, в общем-то, не было этой систематизации. И вот вы говорили, что до этого занимались, ну, мелким ремонтом, да, то есть, некрупусным. А у вас это все-таки как основная деятельность или больше как хобби? Дополнительная основная деятельность. То есть, как бы, я занимаюсь ремонтом, ну, работаю в компьютерной фирме, люди приносят ноутбуки, и вот мы их своими силами пытаемся починить. Вот были у вас такие ранние случаи, например, вам приносят какой-то ноутбук, вы понимаете, что, например, здесь вы что-то с корпусом можете сделать, либо, например, по модульному, но вот компонентный, дальше не можете, и отдавали, например, какому-то другому мастеру починить. Да, так в основном и было. Ага. А вот как сейчас обстоят дела? То есть, вы продолжаете кому-то отдавать ноутбуки, или же, вот, как вы говорите, сейчас пять починились сами? После этого, ну, после того, как курсы прошел, беру сам, и вот уже пока, ну, такого, чтобы я не сделал. Ну, сейчас один трудный лежит, но я с ним разбираюсь, вот, как бы сам все делаю. Круто, спасибо, что поделились. Расскажите, что по поводу уверенности, потому что у некоторых учеников бывает там боязнь залезть в компьютер, да, то есть, либо чувствует себя как-то неуверенно, как вы вот здесь вот себя чувствуете? Ну, это как у врачей, наверное. Главное заповедь – не навреди, не сделай хуже, чем было. Аккуратно, осторожно, десять раз почитай, благо сейчас в интернете информации много, та же вот это, сейчас вот то, что бонус от вас, подписка на VLAB, там клади знаний, ищи, читай. Ну, то есть, получается, мы про схемотехнику с вами поговорили, про то, что потянули теоретическая часть, и вот вы пишете, что еще получили навыки БГА-пайки, в целом пайки. Расскажите, как с этим сейчас обстоят дела. Много не было, был один опыт удачный, менял Северный мост. Вы такие ноутбуки уже не ремонтируете старше 10 лет, но у нас здесь на периферии, как бы, на чем только люди не работают, тоже благодаря вашей рекомендации и вашему бонусу приобрел нижний подогрев от Термопро, и вот на нем поменял самостоятельно, ну, предварительно, опять же, посмотрев все несколько раз, и все получилось, отдал человеку, человек доволен, все работает. Самая интересная часть – это про доход. Вот как-то у вас доход увеличился в связи с тем, что вы стали самостоятельно ремонтировать? Да. Не знаю, насколько это будет корректно, но я все-таки задам вопрос. Может быть, вы замеряли условно, насколько стали больше зарабатывать? Ну, практически в два раза больше стало, чем было. А можно вот еще для понимания, потому что в два раза это может быть суперразно, например, да, то есть 10 тысяч, 100 тысяч, можно какой-то диапазон условно там 50-70, 70-100, 100 плюс? Ну, наверное, 50-70, вот так. Ну, это пока просто я как бы сильно еще… Ну, во-первых, мало как бы заявок, ну, мало. То, что приносят, беру, делаю, стараюсь, но пока… Ну, вот сейчас задумался открыть ИП, сделать сервис на дому и начинать потихонечку через интернет тоже начинать работать. Как бы оборудование все прикупил, все это самое. Ну, практика, практика нужна.